Иснение по закону Буалаке основных моментов. Вы изучать ТОВА. Да, это изучать ТОВА. Итак, дорогие друзья, продолжаем наш цикл уроков «Жизнь по ТОРе». Платформа Воикра приготовила для вас цикл по заповедям из ТОРы. Третья заповедь, которую мы сейчас будем изучать, называется заповедь ДзДАКА. ДзДАКА – это в переводе на русский язык переводят слово «милостыня». Когда ты оказываешь кому-то милость, когда ты даешь кому-то финансовое пожертвование, может быть, ДзДАКА, когда ты дал что-то, подарил кому-то, это тоже может быть ДзДАКА. Но обычно под этим словом подразумевают финансовое пожертвование, которое человек дает кому-то из-за того, что Бог сказал помогать, из-за того, что Бог сказал давать ДзДАКу. Про ДзДАКу известно, что ДзДАКА спасает от смерти. Так мы говорим в молитве Рошашина, Йом-Типур, что Дздака, Мацилами Мавет, она спасает, просто спасает человека от смерти. Каждый из нас в течение своей жизни вначале живет на Дздаку. То есть маленький ребенок, который живет в животе у матери, он полностью на обеспечении своей мамы. Он ничего не делает для того, чтобы принести какую-то пользу миру, для того, чтобы... Даже он ничего не делает, чтобы получить свою еду. Он просто живет на милосердии мамы и Всевышнего. Он живет в животе 9 месяцев милосердием. Потом он рождается, и когда он выходит в мир, он тоже живет милосердием окружающих, которые его кормят, носят на руках, спасают его от опасностей. Он живет милосердием тех людей, которые дают ему жизнь, потому что маленький ребенок, если с ним не будут за ним ухаживать, он умрет. И вот человек становится взрослым. Мы знаем, что возраст, когда ты обязан соблюдать заповеди, это 13 лет у мужчин и 12 лет у девочек. А до этого ребенка приучают к заповедям. И главное, что могут научить родители своих детей, это быть благодарным. Благодарность это фундамент для Дздаки. Казалось бы, ты даешь милостыню, но переводится слово Дздака как справедливость. И мы теперь видим, что это действительно очень справедливо, когда ты всю свою первую часть своей жизни, ты получал, 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 получал. Когда ты начинаешь отдавать кому-то, кому плохо, это не то, что ты такой великий, ты отдаешь что-то свое. Царь Давид говорил, что от тебя все он говорил Богу, из твоей руки отдают тебе же. То есть в тот момент, когда ты начинаешь давать Дздаку, ты становишься справедливым человеком. Ты начинаешь уравнивать вот этот вот потенциал, где ты до этого был получающий, получающий такой эгоист маленький, да? А теперь ты становишься человеком, который просто возвращает свой долг, то, что ты получил как подарок, ты начинаешь возвращать тем людям, которые нуждаются, у которых в данный момент Всевышний их поставил своим каким-то решением в ситуацию, когда они вынуждены получать Дздаку. Это очень неприятно. Намного приятнее давать Дздаку, чем ее получать. Но те люди, которые получают сейчас Дздаку, они, это для них какой-то их внутренняя работа. У меня был период в жизни, что я жил на Дздаку, да? Я стал когда религиозным, я полностью погрузился в изучение Торы, у меня не было никаких источников дохода, и какие-то добрые люди открыли, у меня, я был женат, у меня был ребенок, и нам нечего было кушать. И какие-то добрые люди открыли нам счет в магазине в продовольственном, чтобы мы на 200 долларов в месяц могли брать еду. Причем эти люди, они очень правильно давали Дздаку, они, я так и не знаю, кто были эти люди, дай бог им здоровья и благополучия в жизни, что они это сделали в тайне, чтобы я не знал, кто это, чтобы я понимал, что это именно Отцы Вышнего, и чтобы я не испортил их заповедь своей огромной благодарностью. Потому что, когда человек дает Дздаку и получает за нее благодарность, то это тоже уравнивание, он тут же уравнял потенциал, он дал, тот его поблагодарил. А если табличку повесили, то это уже он заплатил за свой пиар, за свое признание, за славу. Тут вообще он больше получил, чем дал. Поэтому правильно давать Дздаку во второй части урока вам Илья Шамар Пентусевич расскажет о законах Дздаки. Обязательно зайдите в главу в Титсур Шелхана Рухи и проучите все Аллахот, все законы Дздаки. И если у вас еще останутся вопросы, то задавайте их всем раввинам, которые доступны у вас, чтобы ваше знание Торы, оно приравнивается к тому, что вы выполняете заповедь. Если вы знаете конкретно, изучаете и хотите понять, это как будто бы вы делаете заповедь. Значит, как это работает? Всевышний дает каждому из нас в этом мире возможность работать и создавать для других людей пользу и возможность получать финансовое вознаграждение и признание других людей, если мы принесли им пользу. Значит, каждый человек работает. Допустим, кто-то, он решил посвятить свою жизнь изучению Торы. Он говорит, смотрите, весь мир существует милостью Всевышнего. Люди в основном не благодарят Всевышнего. Значит, я беру на себя такую функцию, миссию, я буду целый день изучать волю Всевышнего, я буду изучать Тору, я буду читать псалмы Давида, я буду молиться по-настоящему, по-часу каждую молитву, не спешить никуда. То есть, я посвящаю себя служению Всевышнему, и я, получается, за 100, за 200, за 300 человек, я выплачиваю их долг Всевышнему в духовной работе. Но, естественно, у него же нет времени работать, у него нет времени создавать материальные ценности. Другой человек, он говорит, смотрите, я чувствую, что Всевышний мне дал такую миссию, да, пахать землю. Я должен быть крестьянином, я буду пахать землю по-любому, мне нравится. Пахать землю, выращивать овец, кто-то любит продавать в магазине какие-то вещи. У каждого есть свой какой-то миссия в этом мире, как мы приносим пользу людям. Но человек, который эту миссию хорошо выполняет, ему начинает идти финансовый поток. Этот финансовый поток, если вы спросите, у всех богатых людей, он зависит во многом, и если вы спросите, у очень богатых людей, то он зависит полностью от благословения Всевышнего, от брахи, который идет с неба. Конечно, некоторые люди, такие как Дональд Трамп, они говорят, что чем больше работают, тем больше мне везет. Но дочка Трампа, она прошла дьюр, вышла замуж за еврейского парня, родила еврейских детей. Возможно, Трампу везло, потому что его внуки, они соблюдали заповеди. Мы не знаем сейчас полностью, как работает система, придем туда, узнаем. Но, что интересно, человек, который работает и получает деньги, то Всевышний ему дает в его деньгах, дает часть денег, примерно это десятая часть, от десятой до двадцатой части, которую человек должен раздать тем людям, которые нуждаются, которые посвятили себя или изучению Торы, или они такие несчастные люди, которые сироты, вдовы, больные, инвалиды, которые не могут себя обеспечивать. Всевышний дал тем людям, которые зарабатывают, дал в их деньгах часть денег, которая принадлежит тем людям, которые не могут в данный момент зарабатывать деньги. И дал это как подарок, потому что, когда ты, заработав своих там сто рублей, десять из них отдаешь кому-то, который служит Всевышним, и ты делаешь доброе дело, и ты в этот момент радуйся, что Всевышний дал тебе возможность не получать эти деньги, не быть теми, кто получает сдаку, а быть тем, кто дает сдаку, и ты в этот момент получаешь заповедь, которая спасает тебя от смерти. В этот момент ты часть, можно сказать, всю свою работу, которую ты занимался материальным миром, переводишь в духовное качество. В этот момент я расскажу известную историю про Ротшильда, которая около ста лет назад, один из Ротшильдов, который был основателем поселения в Израиле, который очень много денег давал на развитие Израиля, один из Ротшильдов его спросили, скажите, сколько у вас денег? Он достал блокнот и говорит, вы знаете, у меня в данный момент 32 миллиона фунтов стерлингов. Какую-то он назвал цифру абсолютно точную. Ему сказали, откуда вы знаете, у вас же огромное богатство, много активов, банки, откуда вы знаете так точно и почему сумма такая маленькая? Он говорит, вы знаете, то имущество и те бизнесы, которые приписывают мне, что они мои, они мои только на бумаге, а некоторые не мои даже на бумаге. Но эти все бизнесы, когда я уйду из этого мира, я ничего не возьму с собой. А вот это деньги, которые я записал, это то, что я дал на дзнаку, это деньги мои. Вот эти деньги, они останутся со мной на вечность. Эти деньги я инвестировал в свою душу, и эти деньги будут сопровождать меня в моем третьем рождении, когда моя душа выйдет из этого тела и перейдет в следующий этап моего существования. Эти деньги навсегда останутся со мной. Это деньги дзнаки, которые я раздал, их я знаю точно. Я знаю несколько очень богатых людей, которые точно так же ведут блокнот, которые точно так же записывают, сколько они дают. И небогатых у Равзильбера был блокнот, где было на тате, сколько он дал денег, даже когда он зарабатывал копейки, он из этих копеек выделял практически все на то, чтобы помогать другим людям, так как он был проводник воли Всевышнего в каждом своем действии. Дзнака – это важнейшая заповедь. Каждый, даже тот, кто сам собирает дзнаку, должен давать дзнаку. Тот, кому Бог дал возможность зарабатывать, он тем более должен давать дзнаку. И тот, кто может и понял, и осознал, насколько это важно, он сейчас изучит аллахот законы, будет это делать правильно, поторе. Скажу только один нюанс. Если у вас есть, например, тысяча долларов раздать на дзнаку, лучше раздать это сто раз по десять долларов, чем один раздать тысячу долларов. Почему? Так сказал Рамбам, что каждое действие дзнаки – это отдельная заповедь. И выполняя эту отдельную заповедь, то в этот момент ты делаешь святым свое тело, свою душу, свой интеллект. То есть каждая заповедь, когда ты даешь по десять долларов, она меняет тебя и дает тебе на небе дополнительную заслугу. Давайте дзнаку, изучайте заповеди, как давать дзнаку, и живите по торе. Всем привет, с вами Лешан Пентусевич. Я вам расскажу про законы тех заповедей, которые мы изучаем. Давайте начнем. Глава 34 в книге Китусу Ханарух «Законы милостыни». Такая заповедь здесь интересная, важная заповедь. Это милостыни делать дзнаку. Это на иврите называется дзнака. Давайте начнем. Заповеди Сторы требуют давать милостыню бедным евреям, как сказано, открой руку свою ему. И сказано, «И пусть будет жить брат твой, как и ты. И всякий, кто видел бедного, просящего милостыны, и отвел от него глаза и не дал ему, нарушает запрет Исторы. Как сказано, не ожесточай своего сердца и не одергивай свои руки от своего низшего брата». Здесь написано, мы сейчас прочитали, что есть заповедь из Сторы, когда мы видим человека бедного, которого нуждается в деньгах, в еде, то есть заповедь дать ему деньги либо еду и помочь ему. Почему надо это делать? Почему надо помогать другим? Пусть и пойдет работать, многие так говорят. Ответ на это, что мы же каждый день просим у Бога, чтобы что-то у нас дал. И человек должен подумать, «Я прошу у Бога, что мне что-то дал». Это мыло сня, я прошу у него, чтобы он мне помог. И когда другой человек просит у меня помощь, я ему не помогу, это не сходится? Если ты хочешь, чтобы Бог относился к тебе, так ты хочешь, чтобы к тебе относились, то ты должен тоже другим относиться хорошо, помогать другим. Из-за этого это очень важно давать. И кроме этого, наш мир — это как колесо. Иногда человек наверху, иногда человек внизу. И человек, который помогает другим, то тоже потом ему тоже помогут. И кроме всего этого, нужно понимать, что тздака — это заповедь, которая делает человека лучшим. Когда ты даешь другим, и ты добрый, то это делает тебя намного совершенным и намного лучшим. Из-за этого это хорошо помогает другим. Ну, конечно, если мы видим человека, который наркоман, либо еще кто-то, который ты понимаешь, что если дашь ему деньги, то он не воспользуется этим ради блага, а ради других вещах, то лучше ему не давать. Либо дать ему хлеб, не деньги, а хлеб, чтобы ему помочь. Никогда человек не обеднеет от того, что даст милостнюю. И никогда не случится из-за милостни ни ущерба, ни чего-то плохого, как сказано. И приносит милостыня гармонию. Всякий, кто проявляет милосердие, может рассчитывать на то, что и к нему будет проявлена милосердие. Как сказано, и дал он тебе способность проявлять милосердие, и смилостовался над тобой и размножил тебя. Если человек жесток, есть основания опасаться, что он не из кошерной еврейской семьи. Здесь написано так, что человек, который дает дзадаку, помогая другим, никогда с этого не придет ему ущерб. И можно это увидеть много человек, он одному помог, а потом вдруг ему тоже нужна была какая-то помощь. И потом он видит, что это тот человек, который ему когда-то помогал. И тот ему дает то, что ему надо. И становится лучше. И всего этого мы видим. Что мы видим? Важную вещь, что, во-первых, что, когда мы помогаем другому, во-первых, мы становимся более совершенными. И становимся добрыми. Это добрый человек. Добрым человеком это быть хорошо. И так человек тоже проходит всю жизнь хорошо. Потому что позитивные люди, это уже доказано, они больше живут, они радостные. И когда ты не только думаешь о себе, тоже думаешь о других, ты становишься добрым и позитивным. И мы должны тоже знать, что как мы относимся к другим, тоже так Бог относится к нам. Если мы относимся к другим хорошо, то тоже Бог к нам будет относиться очень хорошо. Так что мы видим, что мы видим,